То, что происходило в драм-театре Архангельска, стало предметом всеобщего обсуждения. Общение Владимира Путина, президентов Исландии и Финляндии, подогреваемое вопросами модератора пленарного заседания, а им был американский журналист Джефф Катмар, вышло далеко за рамки арктической темы. Я так и знал, что это не закончилось. Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, и сюда, на эту площадку, переносились проблемы двухсторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, Джефф, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу. Взаимоотношения России и Украины, влияние наших спецслужб на результаты выборов в Штатах, американский журналист вновь и вновь возвращался к этим темам. Наш президент долго оставался политкорректным. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину. И это правильно. Теперь по поводу сути вашего вопроса. Мы уже неоднократно говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз. Мы знаем, мы в этом уверены и знаем наверняка, опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что в Соединенных Штатах очень много друзей России. И я вот хочу, прежде всего, им сказать, что мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное – ложь и выдумки в отношении России. И провокации. Когда же Катмар в очередной раз обратился к Путину с предложением признать, что Кремль все-таки помогал Трампу на выборах, ответ президента взорвал зал. Я хочу ясно понять и ясно изложить это. Вы и российское правительство никогда не пытались повлиять на результаты выборов в США. И свидетельство этого не будет обнаружено. Рейган, дискутируя по поводу, по-моему, налогов, обращаясь к американцам, сказал «Читайте по губам». «Ноу». Не выдержали даже президенты Исландии и Финляндии. Главы государств, членов НАТО поддержали Владимира Путина. Какая может быть лучшая среда, чем прохладная Арктика для того, чтобы все эти горячие эмоции остудить. Так что давайте все успокоимся. Горячие финские парни. Надо прислушаться. Надо прислушаться. Исландия, мы тоже крутые, холодные ребята, не только финны. И все-таки об Арктике говорили. Владимир Путин отметил, что у северных территорий колоссальные экономические возможности и необходимо грамотно распорядиться ими. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера. Россия поддержит любые инициативы, которые дадут мультипликативный эффект для арктических регионов, подчеркнул Путин. На протяжении всего пленарного заседания наш президент транслировал мысль, что Арктика – это точка роста многих экономик мира, а потому по-настоящему должна стать территорией диалога. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Ольга Красулина. 7 дней в регионе.